Я думаю, я своё лицо уберу, чтобы не смущать публику. Продолжение следует... 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 Возможно... Продолжение следует... 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 спасибо здравствуйте уважаемый здравствуйте уважаемый здравствуйте динамические системы динамические системы описывает система опекновенных потенциальные уравнения формула 1 а здесь ты независимость переменных время x это координата подвижения . который перемен на значение в поле от это это предлежит q от x1 до xn с этой системы связано дифференцировать непостоянные элементы же производные даже который равно нулам даже с 2 называется рациональных интеграл движения разности схема определённый 1 связка разности схема решения системы производные x равно fx описывается прайс переход от значения x я за в некоторых моментов времена ты к изначе изначают x взял в ясному в момент времена т плюс дельта т это новые значения будем далее обозначать как икс шлаба пример схема илера икс шлаба минус икс равно fx дельта икс определённо 2 будем говорить что разности схема сохраняют интеграл движения же если из уравнения задающие разность схема следует уравнение же икс шлаба равно же икс задачах многох тель задачах интел описывается система уравнения формула 2 здесь аритом радиус виктор проведённый в ай аймо тела и ар и же расстояние между аем и же им тела обозначает скорости а его тела как в это тогда система дифференциальных уравнений относительных координат от тель и их нескоростей принимают вид 1 это формула 1 из алгебраических правильных частей это система можно рациона рационализовать если добавить дополнительных перемен а алгебраических интеграл задачах многох тель здесь многох тель обладают 10 интеграл первый закон сохраняют им плюс второй закон сохраняют момент им плюс третий закон и движение централ масс а четвертый это закон сохраняют энергию фундаментальный результат теорема 1 это брунос 1888 яска алгебраических интеграл задачах многох тель выражают алгебраических алгебраических через 10 классических интегралов вижения теорема 2 купер 1987 симплектических схема ронжикута сохраняют все линии и квадратических интегралов вижения динамических системах во видах симплектических схема ронжикута сохраняют все алгебраических интеграл задачах многох тель кроме важнейшего из них полные механические энергию схема сохраняют энергию 1992 первые разности схема для задачах многох тель сохраняющих все ее алгебраических интеграл движения было предложить гриспанс в 1992 года в его работе они появились как удачей находки в 2016 систематических подход к построить схема сохраняющую полную механическую энергию гамильтон система для предложить в 2016 года и получили название метода квадратических энергий в 2020 малих предложил в сети новые перемене в которых энергии записываются как квадратические функции и поэтому сохраняются на решение найдем в любой симплектический схема в сети теории Купера а цели данной работы проектирование и исследование разности схема для модели движения многох тель сохраняющих все алгебраических интеграл движения проектирование разности схема задача 1 разработать методы проектирования проектирование разности схема производного парада аппроксимация сохраняющихся алгебраических интеграл движениях задачах многох тель для решения этой задачи малих предложить использовать симплектический схема Ронджикута сохраняющий линейные и квадратические энергии и концептическую квадратизацию энергии путем во вида дополнительных переменных дополнительных переменных во вида дополнительных переменных расстояние между телами Р и Тжита связано с координатами уравнения Р и Тжита обратное расстояние между телами Р и Тжита Р и Тжита связано с расстоянием уравнения Р и Тжита Р и Тжита равно 1 пройдем от исхода системы уравнения второго парада и к системе уравнения первого парада относится неизвестно уравнения для координата уравнения для скорости уравнения для расстояния и уравнения для обратных расстояний Решение первой задачи Теорема 3 Оливадур 2021 Выписание системы Т3.6 это уравнение в прошлом сайте обладает 10 классических интеграл задач многохтель которые записываются как линейные и квадратические функции в новые переменных и дополнительных интеграл Решение задачи 1 Синфлектические разности схемы Ронжикута записание для задач многохтель после вовидно дополнительных переменных сохраняющихся классических интеграл задач многохтель по ссылку они записываются как линейные и квадратические функции в новых переменных в связи между координатами тела и новые переменных Р-этажит и Ро-этажит описываются квадратические отношения поэтому сохраняешь точно на решение найдем симплектические схемы поэтому их не можно интерпретировать как расстояние и обратных расстояний между телами вычисление переменных решений задачи 2 разработать методы вычисления перемен предлеженные решения задачи многохтель на основу спрактированных разности схемы и реализации его вида комплекс комплексов проблемы ориентированных программ для проведения компьютерных экспериментов для решения этой задачи их разработать реализованный и интегрировать в систему компьютерный алгебра сэш алгоритм расчет приближенного решения динамической системы по неявной схеме ронжигута подтверждения работы с любыми таблицами путчера FDM форсеж врудн 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 разраб разрабатываться пакет FDM для числений аналитических экспериментов с ОДУ система компьютерный алгебра сэш в него входит инструменты для интерполации и визуалитации и приближения решения Малих 2022 инструменты для оценки ошибки по методу Ратсона связка в рамках настоящей диссертации исследования инструменты для работы с таблицей путчера ЮЭН 2020 реализация явного метода Ронжикута Гонсалес 2022 реализация неявного метода выполнения в рамках настоящей диссертации исследования оригинальной оригинальной реализации метода Ронжикута не бетериндует на наведной метода Ронжикута на каждый шаг решение системы нелинейного уравнения относительно относительно это вычисления значения х на следующий шаг коэффициент записывается в таблице путчера Решение системы нелинейного уравнения на каждый шаг отыскания численного решения требуется найдем наклонка к это из системы нелинейного уравнения для ее решения используют методы происходные интеграли интеракции вычисления остановления про выполнение условий первый шаг для схемы средней точки условия исходящие методы простых интеракций можно выполнить неявным поэтому в нашей реализации неявным методом ронжикута использовать переменных шагов где h положить 0.1 параметр характероз зашел вылечный шаг реализация неявного метода ронжикута реализация вида функции неявного ронжикута единственный аргумент является начинать задачи описываются стандартным для пакета FDM видно описание следующий шаг следующий слайд наша реализация неявного метода ронжикута была протестирована на предмет явных ошибок по методам ричард снова задача 3 описан аппарат аппроксимальный реализ разработ численных схем на основном методом ричард цена а в факте FDM выстроен инструмент для построения диаграмма речеростная для тестирования примера ассоциального яку диаграмма имела линейный участник наклон за соответственным теоретическим задачам номер 4 тестирование предложимую реализацию численных методов исследовать модели движения многох тел ми правила серию компьютерных эксперимент экспериментов для следующих задач задачах двух тел плоская задача трех тел равна масса периодических решений Лагранж, Эйлер и Восьмар теория подлежения тест существует оближающих тел существует оближающих тел в этом тест тела несколько раз подглядывают близкие друг к другу а в конце вычисления проходят прерыват в связи с тем, что шаг становится слишком мало а все вычисления проведенные в ФДМ появлено методом ронжикута четвертого аппарата аркет 4 применения в премьерных задачах многох тел исходит постоянные безвовидно дополнительных переменных по асимблектических методам ронжикута четвертый парадок стаблица лучура применения к задачах и безвовидения дополнительных переменных текст следующий соближение отель с ростом временной траектории вычисления появленных методов ронжикута и симпликтических отдаляются друг от друга все заметение потеряет любые сходят с того траектория вычисления по асимблектических методам ронжикута и безвовидно дополнительных переменных совпадают с графических точно затраты затраты по времени на вычисления в обе следующих оказались всем плистом изменение энергии энергии явно метод ронжикута расшет по явно схеме ронжикута энергии меняется риски и не визу писан скачом брать этот расшет ба синтетический схеме оранжикута безвовидно дополнительных переменных энергий меняется в четвертом знак после записания запятой прорасшет на пасим электрический схем ронжикута о свавидном дополнительных переменных энергий остается постоянно на уровне 10 степен минус 12 результат тестов во вход решения первых задач диссертация была расстояние семейства разностости схема сохраняя точно все алгебраический интеграл задач их много хотел компьютерные эксперименты подтвердили возможности организации вычисления под таким схема обещающие подтверждения сохраняются все алгебраических интегралов задач точных в наших экспериментах интеграл не могли сохранять точно из-за того что не накажется шаг системы алгебраических уравнений решения с схем ями мы наделаем что на следующее приближение решения некоторых свойств свойства точных решений проведенных как наследование осталось алгебраически свой точных решений для линейного социального это было показывать кандидат диссертации ЮН 2020 эксперимента задача 5 в серии компьютерных экспериментов исследования наследования консервативным схема алгебраические свойства задач многохтель в рассмотре на текст замок замок траектория точного решения ЭЛПЕС оказываются разомкнутым и перестаящие было алгебраических на приближение решения найдем по схеме сохраняющей все алгебраический интеграл эксключения предоставлен следующий лагранж в котором приближение решения найдено неба нашу схема наследует свойства точного решения траектория остается окружение заключения заключения во вход диссертации во вход диссертации исследований было решение задачи проектирован разности схема для задач многохтель сохраняющихся алгебраических интеграл движения и имеют высокий парадок аппроксимация вписание схема до 6 парадок аппроксимация показывает что этот разности схема могу использовать для вычисления приближения решения задач многохтель положение выносить на задачу для задач многохтель предлежит новая система переменных в которых все алгебраических интеграл являются линейные или квадратические функции на основе симплектических схем ранджикута в первых разработках метода проектирования разности схема волна большого аппарата аппроксимация сохраняющихся алгебраических интеграл движениях задач многохтель предложить численные методы реализации в пакет FDM форсеж и верфицированные показывают что на следующем приближении решения все алгебраических интеграл движения не видят на следующем наследовании остались алгебраических свой точное решение новизна предлежит метода проектирования разности схема браиз волны большого аппарата аппроксимация сохраняющих все алгебраических интеграл движения задач многохтель предлежит метода реализованные в виде компьютерной программы и интеграл на пакет FDM форсеж в разработке системы выполнения орган исследования сохранения алгебраических интеграл движения задач многих тель в польских задач 2 и 3 тель на схеме 2 4 и 6 аппроксимация в разработке системы выполнения орган орган на оригинальные исследования наследование приближения решения алгебраических свойств свойства точное решение благодарю за внимание спасибо большое если у кого-то есть какие-то вопросы то я прошу сразу задать и отвлекусь на пару моментов алло алло Так, один человек запросил, и это или нет? Да, Леонид Антонович, я спросил, можно ли задать вопрос. Да, 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 конечно, конечно. Можно, да? У меня вопрос по поводу того, какой порядок схемы Румгикута использовался при реальных расчетах. Четвертый. Без комментариев? Ну какой вопрос, такой ответ. Даже была показана матрица бутчера на самом деле. Спасибо. Дмитрий Валентинович, удовлетворен? Я могу в интернете, к сожалению, я на рту, и я все пропустил. Спасибо большое. Хорошо, я думаю, что с этим вопросом разобрались. Еще какие-то есть вопросы, замечания? Добрый день. Здравствуйте, Анна Владиславовна. Алло, 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 это я не слышу или все не слышу? Не знаю. Слышно меня? Теперь слышно, да. Вопрос к Михаилу Дмитриевичу, наверное, на 15-м слайде, если можно показать. Вот здесь заявлено, что много чего реализовано в виде программ, а такой вопрос. А все это зарегистрировано в нашем научном управлении? Пока нет, но мы над этим работаем. Спасибо за напоминание. Ну, я серьезно говорю, во-первых, это показать. Второе, это результат, то результат. Почему бы его не зафиксировать? Более того, для кафедры и для нашей школы это очень важно. Спасибо, Анна Владиславовна. Пожалуйста. И что-то у меня еще было в конце. Если можно, пролесните ближе к концу, так не очень быстро. Да, вот стоп. Там, где были скачки и так далее. 26-й, 27-й или 25-й вот там. Чем обусловлено... Нет, 25-й. Чем обусловлено, что не смотрели дальше время? То есть у вас вот время идет на четверочке зафиксировано, и дальше ничего не показано. Имеет смысл смотреть дальше по времени? Будет какое-то изменение или нет? Потому что это очень маленький шаг, это будет здесь. Мы считаем элеменным шагом, и, к сожалению, когда мы подходим к четверке, приходится делать его все меньше и меньше. Естественно, не в явном методе Росгикута, а в нашем, в котором мы сравнили. Видимо, можно иначе вопрос задать. И какой революционный вывод следует из этого графика? То есть из результатов, которые представлены на этом графике? Если позволите, я отвечу, думаю, что... Конечно, конечно, это для всех интересно. Значит, вот есть замечательная статья на хабре, такая популярная про решение задачи многих тел, и там, естественно, применяются явные схемы, и автор сказал, мне очень нравится эта фраза, и вдруг внезапно что-то происходит, и энергия скачком меняется. Вот на самом деле эта картинка, которая на 25-м слайде, это вот иллюстрация к этому телесу. Причем, в зависимости от шага, естественно, место, где вдруг внезапно что-то происходит, оно меняется. И величина скачка может быть разной. Вул. А революционный вывод состоит в следующем. Вот если считать по явной схеме, то внезапно всегда что-то происходит, если интервал времени достаточно большой. А если считать по теоретическим схемам, да еще и с дополнительными переменами, то гарантированно ничего такого никогда не происходит. Энергия как была, 10 минус 12 сохранялась, так и остается. Всегда. Мы это можем доказать как теоретически, так и подтвердить компьютерными экспериментами. А сложность... Нельзя ли это в презентации каким-то образом на этом месте, не обязательно на этом слайде, на этом или на следующем, проговорить? Хорошо, спасибо за замечание. Мы вставим. Это даже скорее, то есть вот та фраза, которая тут идет, энергия меняется резким внезапным скачком. А поясняется где-то или в диссертации может быть причина этого скачка? Или это непонятно вообще, причина этого скачка? Вы знаете, я боюсь, что непонятно. У меня создалось впечатление, что все, кто этот скачок видит, они находятся в некотором... Ну, понятно, что накапливается какая-то ошибка, понятно, что можно говорить общие слова. Но почему это происходит здесь и как именно оно зависит от шага, я никогда размышлений на эту тему не видел. А метод не расходится, я правильно понимаю? Еще раз? Метод везде сходится. Теоретически да, но там константа, она зависит от интервала, на котором рассматривают задачи, экспоненциальным образом. А этому возможно, что шаг слишком большой, надо делать его гораздо меньше. Что правда, если шаг брать гораздо меньше, все эти неприятности происходят гораздо больше. Спасибо. И можно еще там немножко еще к концу полистать презентацию? Дальше. Дальше. Так, там, где результаты, наверное, выносимые на защиту. Полозание. Так, предложена новая схема переменных. Может быть, не услышала. В чем именно новизна вот этой новой системы? В чем особенность этих перемен? Ну, новизна в том, что в таких переменных задачи никто раньше не рассматривал. Обратные расстояния всегда воспринимались как штука, которую надо явно выражать через прямые расстояния. А мы ввели переменных гораздо больше, и прямые расстояния, и обратные. То есть мы увеличили, ну, это задача трех тел, то мы добавили не три переменные, а шесть переменных. Расстояние и обратное расстояние. У нас увеличилась размерность нашей дифференциальной системы, но в награду за это мы сделали энергию квадратичную. Вот китайские авторы, фамилии которых я боюсь переврать, поэтому они у нас вот так аккуратно были названы, они говорили, что так можно разобраться с задачей двух тел. А мы вот впервые сделали это для задачи многих. Любого числа. При этом новизна относительно того, что сделал Гринспен, состоит в том, что мы можем это делать для схем. Мы можем предъявлять схему любого порядка. Точнее говоря, выше любого заданного числа. И это доказано в диссертации? Ну, естественно, есть ограничения, связанные с тем, что, вообще говоря, симпатические методы Рунгикута, они тоже известны, но не до бесконечности. Понятно, что они есть, но вычисленные матрицы все-таки там. До шестого порядка найти легко, дальше, наверное, будут некоторые трудности. Мы туда не ходили. Говорю через это. И у нас вот на четвертый пункт говорит о наследовании алгебраических свойств точного решения. Можно еще раз уточнить, каких именно свойств наследования? Ну, была у нас надежда, что если сохраняются все алгебраические интегралы, то алгебраические траектории тоже будут алгебраические. Надежда не оправдала. Что и было показано в серии экстрементов. Вот задачи двух тел, эллипсы, не получаются. Круги получаются, если подобрать начальные условия. А вот как только должны были получиться эллипсы, вместо них получаются некие странные, не запутые крючки. Я согласен с Анной Владиславной. Я бы прокомментировал дополнительно так, что неплохо бы расшифровку этого положения где-то ранее представить. Чтобы здесь она не впервые была в таком рафинированном виде. Хорошо, мы расширим вот этот вот момент. И тогда на вопрос можно будет сказать об этом сказано на слайде таком-то. Вернемся еще раз посмотрим. Хорошо, спасибо. Ну и по структуре, может быть, тоже неправильно. Но сложилось впечатление, что в начале презентации четко не было сказано, какая задача решается диссертантам. То есть четко хотим решить вот это, потому что. Может быть, не четко прозвучало, может быть, я что-то прослушала. Если это не так, то за это прошу прощения. Мы подводили вот к этому теннису на восьмом слайде. То есть как бы была подводка, как и в автореферате, актуальности работы. И вот мы сформулировали такую цель. Может быть, не очень четко прозвучало, то есть в чем проблематика конкретно была. Проблема. Которая была решена. А у меня дополнительный наводящий вопрос. И как? Все интегралы сохраняются? Все алгебраические. Все алгебраические. Вероятно, где-то вот здесь тоже нужно было это более явно акцентировать. Ну, для этого и нужна была теорема Бронс. Ага, да. Ведь, видимо, вот ответ на этот вопрос нужно написать на слайде. Я понял. И, видимо, в формулировке вот здесь вот цели надо четче написать про метод квадратизации энергии, что мы хотим понять, как его применять. Возможно. Меня несколько смущало здесь отсылка к методу. Все-таки мы идем от задачи. Я подумаю. Спасибо. Еще у кого есть вопросы или предложения? Если у других товарищей нету, позвольте тогда на новизну глянуть. Мне кажется, там есть несколько опечаток. Так, я думаю, надо будет однажды все-таки текст еще раз высмотреть. Я тоже со своей стороны высмотрю, если вы мне его пришлете. Спасибо. Вернемся уже. Нет, где-то в другом месте. Мне тоже несколько опечаток глянулись на слайдах. Ага. А мы вот здесь. Вместо тех было те и еще что-то такое. Да, извините, в одном месте в данной системе прозвучало перед этим два пункта системы никак не озвучивали. Тоже бы стилистику как-то. Вот. Третье. В разработанной системе. А перед этим система никак не озвучена. Нет, в разработанной системе это FDM. Просто надо не систему написать, а в разработанном пакете. Тогда пакете. Тут просто... Я не знаю, какие... Некоторые... Набор программы, набор функций это что? Все-таки пакет, программа, система. Заметки, наверное, знают разницу. У меня тоже больше нету замечаний, вопросов. Мне и результаты нравятся, и выступление понравилось, презентация. Хотя некоторые выражения, изысканно русские, может быть, имеет смысл упростить, вульгаризовать. Я обязательно пройдусь напильничком и уберу лишние слова. Мнение Дмитрия Сергеевича, если он доступен, можно услышать? Нет, он сейчас, видимо, ведет занятие. Нет, я не могу так быстро переключать. Все очень хорошо, кроме одного, что... Ну, в общем, написано очень по-русски, и Михаил Дмитриевич из каждого уголка выглядывает. Надо бы как-нибудь ухудшить стиль изложения. Переложить с русского на уличный. Ну, да, вот. Ну, тот же самый соискатель может взять и перевести с русского на русский. Ну, хотя бы свое выступление хотя бы сделать. Ладно, уж диссертацию трогать не стоит, но автор реферат и выступление хорошо было бы ухудшить стиль. Принято, услышано. Улучшенный, в кавычках, вариант мы обязательно пошлем Дмитрия Сергеевича на суд. Спасибо. Если больше замечаний нет, то на этом мы можем завершить выступление. Поблагодарить и Али Бадуро, и Михаила Дмитриевича, и всех выступавших, и всех слушавших за хороший почин нашего семестра. Спасибо. Большое спасибо за внимание и советы. До свидания. До свидания. Это завершаем, да. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok